За полчаса до начала праздника на центральной улице Голицына под бой барабанов и звуки оркестра появляются жители города. Они идут, чеканя шаг, торжественным маршем со знаменами и транспарантами. Впереди ветераны, руководители организаций города. В этом людском потоке представители трудовых коллективов, прославленного керамического завода, чья история уходит в XIX век, и современного предприятия Голицынского опытного завода средств автоматизации. Здесь же интеллигенция города, учителя, врачи, молодежь. Впервые на 145-летний юбилей известным режиссером Аркадием Светловым было поставлено театрализованное представление «Времен, связующая нить». Звучат фанфары, к выходу знаменной группы и к участникам праздника обращается величественная Екатерина II. На поле выезжает золоченая белая карета с князем-генералом от кавалерии Дмитрием Голицыным. Ты стал красивый, прекрасный, просвещенный, любимый мой город. Здравствуй! Надо сказать, что Голицыны – самый многочисленный дворянский род в России. В 2008 году на семейном съезде потомков этого рода собралось полсотни родственников. Мне очень приятно в этот торжественный день быть среди вас, поздравлять вас и любоваться этим прекрасным городом. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы сделали его так. Ответное слово главы города. «У нашего города своя история и свои традиции. Наш город славен по всему периметру государственной границы, потому что здесь, в нашем городе, в пограничном институте, куют кадры, профессиональные кадры офицеров границы. У нас творят чудеса и сохраняют жизни врачи госпиталя Федеральной службы безопасности. Сегодня мы собрались здесь, и я хотел бы от Совета депутатов, от администрации города Голицына поприветствовать вас и поздравить с юбилеем. Я желаю вам праздничного настроения, улыбок и моря удовольствия». По случаю громкого торжества – пушечная канонада. Понятно, в информационном сюжете только самые эмоциональные моменты праздника. Огромная группа голицынцев была награждена почетными грамотами, благодарственными письмами администрации за доблестный труд и вклад в социально-экономическое развитие города. Не забыли и ветеранов войны. Награды вручали, что называется, в четыре руки. Глава города Александр Дудоров и руководитель администрации Татьяна Медведева. Горожанам приготовили грандиозный сюрприз – концерт дважды краснознаменного ансамбля имени Александрова. «Свечные слова, нас позадали, ты помнишься, ребят, моя дина!» Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова».